Господин Коробков, здравствуйте. Здравствуйте. Визит все-таки состоялся, несмотря на очень жесткие заявления представителей Китайской Народной Республики. Китай заявляет, что примет все необходимые меры по защите суверенитета. В целом мы увидели, что никаких военных мер и военных шагов со стороны Китая радикальных принято не было. В чем все-таки причина этого визита, почему так важно было Нэнси Пелоси посетить Тайвань и какие шаги могут быть предприняты со стороны Китая в будущем? Это любопытный визит. Дело в том, что вы упомянули, что в прошлый раз, это было 25 лет назад, Китай был гораздо слабее, США были гораздо сильнее, как и весь Запад. Сейчас ситуация изменилась, центр тяжести мировой системы смещается в Тихий океан, американская внешняя политика постепенно разворачивается тоже в сторону Китая и оборонная политика также. 25 лет назад Тайвань посетил Ньют Гингридж, правый республиканский спикер Конгресса, который имел дело с демократом-президентом Клинтоном и который всячески демонстрировал свою независимость и силу. Удивительная сторона сегодняшних событий состоит в том, что демократ 82-летняя Нэнси Пелоси не послушалась Совета Белого дома, не послушалась того, чего от него ее хотел демократ-президент 79-летний Байден. И это, в общем, свидетельствует о том, что у визита есть очень сильная внутриполитическая составляющая. Слабость Байдена позволяет многим демократам сейчас от него или дистанцироваться, или просто напрямую демонстрировать свою независимость с тем, чтобы укрепить свои позиции на выбор. Это то, что делает Пелоси, всячески подчеркивая, что она независимая политическая фигура и весьма сильная фигура. Так что тут есть очень важный внутриполитический аспект. Но внешнеполитически ясно, что это приведет в долгосрочном плане к ухудшению отношений с Китаем. Это, в принципе, является целью сейчас американской внешней политики, но демонстрирует и очень серьезное отличие между двумя странами, которого не было, кстати, между США и, скажем, Советским Союзом. Китай все-таки оперирует столетиями и может сказать, что мы отомстим, но это произойдет не скоро. Американцы живут в рамках двухлетних избирательных циклов, крайне кратких даже для западных демократий. И в этой ситуации вот такие внутриполитические предвыборные соображения часто превалируют над какими-то стратегическими интересами страны. Тайвань крайне важен и как непотопляемый авианосец, и как источник очень многих важных продуктов. Прежде всего, это, конечно, компьютерные чипы. И США тут в очередной раз заявляют, что они будут защищать статус КВО, будут защищать особый статус Тайваня. И это, несомненно, посылает сигнал Китаю, что конфликт неизбежен и приближается. Поэтому, хотя Китай не предпринял никаких, скажем, военных действий, что было вполне разумно, можно ожидать теперь последовательного ухудшения отношений между двумя странами. То есть это противостояние переместится из военной сферы, скажем так, в какую-то экономическую, может быть, составляющую и политическую? Ну, в экономическую сферу ее уже перевел Трамп, который начал тарифные войны, который начал политику запретов. Байден, придя в Белый дом, посылал сигналы, что он пересмотрит эту политику. Но теперь уже ясно, что отношения будут продолжать портиться. Тем более, что администрация Байдена проявила себя не как лучший дипломат, скажем так. Уже первый месяц президентства Байдена ознаменовался просто открытой перебранкой между американской и китайской делегациями во время встречи на Тайване, в которой участвовали и министры иностранных дел, и советники по национальной безопасности. И вот сейчас мы видим следующий шаг, который приведет к еще большему обострению отношений. Видимо, повлечет за собой серьезные внутренние меры. Но вот мы видим, что в США уже обсуждаются и вопросы китайского шпионажа, и вопросы лояльности, скажем, китайцев, живущих в США, особенно работающих в стратегических сферах. В общем, начинается такая достаточно жесткая охота на ведьм. И тут, видимо, следует ожидать каких-то серьезных мер с китайской стороны тоже. Может ли, могут ли эти события отразиться в целом на общеполитическом, скажем так, фоне, вот мировом? Понятно, что это сейчас вопрос взаимоотношений непосредственно Соединенных Штатов и КНР, но вот на общую политическую картину мира? Если говорить о Америке, то внешнеполитические вопросы не играют реальной роли во время предвыборной борьбы. Даже вот конфликт на территории Украины, он где-то очень далеко по рейтингу, по сравнению, скажем, с вопросами инфляции, состояния экономики, состояния рынка труда и так далее. А вот с точки зрения, скажем, конфликта в Европе, естественно, для США сталкиваться с двумя зонами напряженности, а тем более с двумя конфликтами, это стратегически крайне опасно. Поэтому, в общем, вот этот момент, когда произошел этот визит, визит, причем произошедший не по инициативе Белого дома, он для администрации крайне неудобен. И европейцы, естественно, тоже будут не в восторге, что внимание Америки отвлекается теперь на вот дальневосточный театр, вместо того, чтобы продолжать активность на украинском направлении. Поэтому и для вот американских целей в Европе, и для европейцев, этот рост напряженности с Китаем, он крайне неудобен сейчас. Господин Коробков, большое вам спасибо за ваш комментарий. До свидания. Спасибо. Я напомню нашим телезрителям на прямой связи со студией CBC и Соединенных Штатов был Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси.